Василь Ханнанов, художник. Новые нарративные волны. Рассказ художника о художнике всегда обречен на забвение. Зритель ждет лишь объяснения своим чувствам картины, веря в то, что картина обладала такими смыслами изначально, а критик либо усредняет такие ожидания. У каждого художника, если он не ремесленник и не деятель рынка, свой собственный путь решения этой проблемы. И любой рассказ о таком его рассказе всегда доказательство уникальности самого рассказчика, а не феномена героя такого рассказа. Но и сам рассказ героя такого рассказа тоже, лишь рассказ о прежнем, услышанном им когда-то и давно пережитом рассказе и так до бесконечности первоощущения человека себя, разумным и живым. Которое и есть источник и конечная цель всех рассказов. Постмодернизм, как теория вечной переинтерпретацеи, прежних переинтерпретацеи, такого одного единственного духовного открытия, тотален. Но, без переинтерпретацеи его самого он превращается даже не в догму, а просто в бессмысленное бормотание о постмодернизме, в произнесение ключевых слов, вместо рассказа. Здесь же все по-честному, что не может не радовать. Либо сделать фильм в форме стандартного артиста-ститмента для американского музея и потерять российскую широкую аудиторию, не способную преодолеть свою очевидную культурную бедность. Так как вечный постмодернизм для большинства наших зрителей, модернизм прошлого, а постпостмодернизм, кич-контемпрорари. Подмена постмодернизма поверхностными признаками чувств его зрителя. Иначе это была бы совсем другая публика и другое искусство. Либо оставить только одни беструктурные нарративы, только и понятные такому нашему зрителю-переживателю и тогда потерять взаимопонимание со специалистами. В конечном итоге, я понял, что это не моя проблема и не герои фильма, не публики и не специалистов. Жизнь такая, какая она есть. Никто не прав, но все это прекрасно понимают и молчат, называя это «жить». И чтобы жить по-настоящему, преодолевая непреодолеваемую матрицу ее понимания, необходимо просто делать это, вновь и вновь. Только это и есть жизнь. Человека создали добро и зло, человек, их концепт, такова наша суть. Жизнь, возможность сделать свой выбор, добро, зло или выход из матрицы противопоставления добра и зла, которые по отдельности лишь те неразумности, недоступны самому нашему разуму. Вспоминаю слова Платона, ни один текст об истине не серьезен, но других нет. Главное, что художник, своим творчеством, вновь ставит эти вечные вопросы и это единственный шанс почувствовать себя по-настоящему живыми. Для всех, это читается. Хорошо, что это все еще можно встретить в нашей жизни. Так я понял и картины, и слова художника. А кто я и что есть эти мои слова, понимайте, как хотите. Вы видите сейчас говорящую голову и слушаете текст, озвученный Яндекс.Роботом. Завтра будет другой сценарий, другой текст, другая голова и другой робот. Но сам вопрос, на который нет ответа, будет прежний, или не будет ничего? Да, ты сказал, что три основные темы твоего творчества, концепция, наверное, концепт, человек и тема взаимоотношения человека с чем-то выходящим за рамки его понимания, то есть божественным. Давай более внимательно рассмотрим концепт, то есть что ты понимаешь. Вот первый аспект своего творчества, концепт. Что это, по-твоему? Я начал конкретно заниматься в конце 80-х, начало 89-го года прошлого века, когда я задал себя просто обыкновенным вопросом. Во-первых, шел вопрос национального самосознания, так сказать, когда это вот все открыто, перестройка и все, и появилась литература, информация. И, значит, так вот пришло, я как мусульманин, изображение человека как бы запрещено, говорили со всех сторон, хотя, прочитав Коран несколько раз и в различных переводах, нигде об этом не сказано. Ни на одной странице, ни одной суре не сказано о том, что человека изображать нельзя. То есть там где-то сказано, если ты можешь вдохнуть у него душу, то можно как бы рисовать изображение. И потом есть же факты, когда, допустим, развитие персидской миниатюры, когда в самый расцвет, так сказать, мусульманца, ислама, а почему-то художники Персии занимались, иллюстрировали и Саади, и других поэтов. Любовные станции сочиняли. Вот о чем. А тут-то я, значит, сидел в Башхире, значит, как-то вот работает он одной, другой серии. В один приказный момент просто как-то мне отрубил это все. И я думаю, зачем вот я этим занимаюсь? Вот, к примеру, была до этого какая-то небольшая серия работ «Любовники». То есть он и она стоят, то обнявшись, то по разным углам комнаты, то молодые, то пожилые, то сидят, то лежат, то летят. Это тема, тема он и она. Ну, а я думаю для себя, зачем мне это как бы рисовать, показывать тем, что я умею рисовать? У меня какие-то свои взаимоотношения, так сказать. Не, я по-своему смотрю на эту тему. Но это же можно объединить. Плюс-минус. Ин-янь. Горячо-холодно. Ну все, вот. Черные, белые. И это все, допустим, сумму понятий. Ты зашифровываешь в один символ, а сумму другого иного в один символ, а я в другую противоположную. Кажущийся противоположным. И понял, вот, допустим, если я самого себя раз нарисовал как черный квадрат, обозначил, женщину обозначил как полумесяц, как луна. И я понял, что можно создавать различные драматические коллизии, используя просто эти два символа. Геометрические метафоры. Да. И, собственно, картина же, ну понятно, можно разглядеть и подолгу разглядывать это все. А когда ты сделала явно, используя просто два знака, создаешь какую-то драматическую коллизию, человеку почему-то издалека он это видит и ощущает в этом отношении. Полумесяц он может находиться сбоку, рядышком, где-то касаясь, или, может быть, находиться снизу, или, может быть, как ленец, или, может быть, наоборот, как вонзающий в квадрат. И вот так пошла вот такая серия. То есть ты зашифровываешь на человеков, людей в квадрат. Какие-то вот такие вещи идут, и, собственно, свои же собственные жизненные ситуации и переживания ты перекладываешь это на холст, но зашифровываешь. Метафора. Да, для того, чтобы как-то... Метафора каких-то элементов души. И оказывается, что можно было это делать. Ты работаешь, работаешь над этой серией до той степени, пока это себя не исчерпало. Ты уже понял, что ты можешь так делать, и мне это становится неинтересно. Когда я понял, что вот эту тему я могу спокойно сделать вот так, и так, и так. А когда я знаю, как это можно сделать, мне уже это неинтересно. И ищешь для себя какие-то, ну, другие вещи, что ли. Это уже... Ну, ты вырос из этого. Ты обращаешься к каким-то другим темам. Тебе как-то по-другому... Ну, просто какой-то случайный совершенно знак или реплика у тебя может же вот просто на целый сервис в окноте. Просто взять и написать целый цикл картин на ту или иную тему. Это уже другое пошло. Что-то когда я говорила о концепции, я как-то давно еще, я понял сразу, всякая концепция, даже пришел в таком заключении, ложно, только потому, что это концепция. Потому что вот художник, выстраивая, допустим, какую-то свою программу, тоже можно назвать концепцию, перед началом картины, работы у него, вот здесь он видит эту концепцию, он начинает ее работать, ее разрабатывать, делать. А потом получается так, что картина... Это же он умозрительно подходил к картине. А когда ты непосредственно начинаешь от первого удара хистик, просто какие-то вот эти вещи начинают рушиться, потому что холст тоже начинает тебе диктовать свои условия. И это идет как-то кто кого возьмет. Потому что это же как бы не живая субстанция, а ты живой, ты хочешь довести мысль, вот эту свою концепцию, но в процессе работы это наполняется каким-то другими, еще более глубинными смыслями отношениями. И она может в конце концов по ходу картины измениться до неузнаваемости, потому что в самом начале работы, то, что ты выстраивал где-то к концу работы, ты к какому-то приходишь совершенно к другой мысли, ты уже доползаешь до какой-то такой истины, понимания того, что ты делаешь, творишь. И она уже как бы, до предыдущей концепции разрушена, появилась новая концепция, и это тебя радует. Ты уже с этой новой какой-то идеей своей опять приступаешь к следующему холсту, потому что то, о чем ты думал вначале, ты ее прожил, ты ее пережил и подобрался к чему-то новому, который как бы тоже, ну, и тебя, как кажется, еще более захватывающий, и ты начинаешь продолжать работать над другим холстом. И вот так складывается серия, и совершенно неважно, даже уже в конце, допустим, какого-то периода, ты просматриваешь все, что ты сделал, и иногда с удивлением для себя обнаруживаешь, что первая работа, написанная вот из этой силы работы, наверное, самая важная и самая какая-то серьезная получилась, а остальное где-то просто, ну, разжевывание или перемалывание вот того, что ты нашел. Вот что еще бывает, потому что холст – это всегда вызов. Ну, ты как раз и говоришь о противопоставлении, то есть одно, скажем, желание что-то сказать, а другое – возможность. И сказать можно только, растворив одно в другом, так же, как вопрос и ответ, это когда ни вопрос, ни ответ больше не важен, а раскрывается какая-то основа и того, и другого. Собственно, концепт – это непротиворечивое единство концепции и ощущения. Нет, ну, это примерно то же самое, как бой на ринге. Ты для себя выстроил одну концепцию. Ты знаешь, соперник, ты изучил все материалы о нем, все, знаешь, какой его удар опасен, какой нет, ты выратишься от этого. А получается, что здесь какая-то другая игра предстоит. Выход на другой уровень. Соперник сам на другом уровне находится, да, вот как-то там он уже какие-то другие приемы принимает. И ты должен, по ходу обстановки, ты тоже должен менять вот эту игру. И самое главное, чтобы, как вот, ну, тебе выставить этот раунд, потом, проанализировав его, вступить во второй раунде. И в третьем раунде, ну, вернее, как все-таки закончить победителем вот этот бой. Вот о чем. И сделано, то есть я сделал это. Все, получилось. Ну, так, давай подведем итог, что такое концепт. Если ты концептуальный художник, ты имеешь некое представление об этом, как-то это высказываешь, вот обобщив это все. Так, ну, допустим, работая над какой-то следующей серией, к примеру, допустим, взять ряд сознательных допущений, ну, женских мифов, в образах, так сказать. Я начал работать, примерно, над серией, была такая серия, когда я пересматривал все мифы, которые проиллюстрированы были другими предшественниками моими, то есть которые были очень модные и в эпоху Возрождения, и пусть даже, ну, можно сказать, взять с эпохи Древней Греции. Вот то, к чему обращались художники. И где во главу глав всегда была какая-то женщина. Все вокруг этого, допустим, то ли пусть Аполлон и Дафны, или же Леда и Леведь, или же Версавия, или Данай, вот к ним обращались художники. А ты пересматриваешь это с точки зрения человека конца 20 века. Ну, то есть переинтерпретация концептов древности. Многие вещи, даже, ну, прочитав Библии, кажется, для меня, человек, допустим, конца 20 века уже, кажется, совсем... Сейчас 21-й. 2020 год. А мы все еще живем в 1980-м. Ну, если мы начали как бы издалека, вот как вот эти вот образуются. То есть мне, собственно, надо было найти какую-то модель, какую-то одну формулу найти такую, где бы это тоже угадывалось издалека. А потом взять любую вещь, то есть вот это, то есть любой нив, можно пересмотреть на него. Ну, допустим, давай для картинки расскажу серию. Картинка, допустим, была автопропетция ЮДИФ. У меня была. ЮДИФ с головой Алаферна, моя любимая картинка, Джо Джони в этом вермитаже. Как там идет, речь о чем? Этот Алаферн, разбойник, обложил этот город. Жители, значит, ну, все, гибнут, силы иссякают, и они послали молодую красивую вдову в станк Алаферну. Вот, сделай все, что надо. Короче, убей его каким способом, не знаю. Собственно, они взяли на общепартийном собрании, взяли молодую красивую вдову, послали к этому, ну, уже само по себе, безнравственно. Для меня человек, ну, кстати, решили какие-то хрюканы сидят и говорят, вот, давай иди. А каким способом ты сделаешь это? Ну, причем самую молодую и красивую. Вот так вот. Ну, она пошла, делать некуда все. Партии приказала, она под козырек, все, как Зойка Смодемьянская, или кто там еще у нас и героини были. Она пошла, и три ночи, значит, с ним день был уложен, и четвертую ночь отрубила голову ему и вернулась, и все, она стала, как в санкт-цветы ее возвели. То есть, когда войско Аллаферна проснулось, она увидела, то есть, они увидели, что предваритель нет, сняли осаду, и она спасла город, всех жителей города. Ну, ладно, это так, как бы, по Библии. Но ведь есть еще, с точки зрения Аллаферна никто не рассуждал. Нет, ну, допустим, ну, ладно, хорошо. Давай, вначале с точки зрения Юдив, ее же никто не посмотрел. Понимаешь, вот дело в том, что в это время могла чувствовать Юдив сама. Она три ночи делила с ним ложи. двадцатого века. Прости, пожалуйста, за то, что переебью. Мы сейчас вернемся три ночи. Вот, просто чтобы подвести итог, рассказываю о концепте. То есть, концепт для тебя связан с мифом, который все время возрождается в каждом новом времени, в каждых новых формах. Правильно я понял? И если и есть истина, о которой невозможно сказать, невозможно ее нарисовать, то доиболее доступное человеку понимание, чувство не одновременно. Форба истины это миф. Хорошо. Ну, давай вернемся опять вот к Юдиву. Потому что то, что до нас дошло, это с точки зрения того политбюро, которое писало, посылало Юдив, и вот город, который освободили, они написали это в Библии. А ведь о чувствах Юдив никто не спрашивал. Юдив три ночи не любит с ним ложе. Понимаешь? Три ночи. А, ну, Юдив, наверное, то есть, Алафер, наверное, все-таки был мужчином достаточно достойным, если у него был предводителем войска. Там же по качеству личностным выбирали предводителя себя, пусть даже разбойника. Значит, он все-таки был нехилый парень. Не просто так вот, а завоевать еще уважение тех, кого он вел за собой. И вот я думаю, интересно, а с каким чувством она отрубала ему голову? Ее же никто не спросил. Раз. А потом, с точки зрения Алаферна, тоже можно посмотреть на эту ситуацию. Три ночи. Самая красивая женщина этого города делила с тобой ложи. А потом ты умер в состоянии удовлетворенной истомой. То есть, не почувствов смерть. Это вообще как бы как награда такая смерть. тебе просто отрубили голову и все, ты даже не почувствовал этого. Читаешь, когда по древнему Египту материалы там смерть во время сна, если человеку умертвили во время сна, то это он попадает в рай, блаженство, все. В Египте во всяком случае так считалось, когда ну, можно рассказывать. Потому что вот начнешь рассказывать о картине, можно же много, много всяких исторических фактов возить, как это было, как на это смотрели, как это все. И ты пытаешься со всех сторон вот эту картину отсмотреть. Понимаешь, тот же простой сюжет. Аполлон и Гафна. Аполлон увидел, побежал за Дафной, Дафна бежит, она дала обед безбрачия, господи, ты же обещал мне это все, а вот он сейчас меня поймает. И в результате когда Аполлон обхватил ее, она превратилась в дерево. Все. Аполлон достиг своего, не так ли мы мужчины в жизни достигну своего, часто обливаем бревно. Вот и все. Понимаешь, вот как-то такие вещи пусть и родители. да иди туда в любые вещи там же как. Возьми смерть Марата, где кто, как, кто победителем, понимаешь, возьми Данаю, улотой дождь. И ко всему можно, если эти вот мифы рассматривать не только с точки зрения, так сказать, того, что нам написали и предлагают это событие, а еще посмотреть, допустим, с разных точек зрения посмотреть на эти вещи. Давай вопрос. Если мне очень сложно задать вопрос, потому что лично у меня вопросов нет тебе. И я очень надеюсь, я уверен, что ты понимаешь, что вопросы и ответы это разделение какого-то внутреннего понимания. То есть, когда есть внутреннее понимание, то, собственно говоря, ни вопрос, ни ответ не нужны. В принципе, вопросы, они почему важны, потому что в большинстве свои вопросы задаешь сам себе. Сам же потом на них отвечаешь. Они же тоже вот, вопрос-то пришел откуда-то, от кого-то пришел. Не просто так вот, а может, ты просто как проводник того же вопроса смотря, о чем говорить, потому что от вопроса зависит то направление, в какую сторону я могу двигаться своим ответом для того, чтобы тебе это было доступно. Вот о чем. И говорить можно достаточно долго и объемно. Хорошо. Давай конкретизируем вопрос конкретный. Что ты рисуешь? В зависимости, я не знаю, я рисую все, что мне интересно. То, что в данный момент для меня представляет сам вопрос. И для меня, для самого вопрос. И потом, мы же художники всегда как-то эти вопросы задавая самим себе, мы же тут же пытаемся на них ответить или вернее осветить, или пойти в том направлении, в котором ты хочешь найти сам ответ, то есть ищешь ответы. То есть вот я выслушал тебя и понял тебя так. Это не означает, что смысл того, что ты сказал такой, я его понял со своей колокольни, что ты рисуя отвечаешь на вопросы, которые задаешь сам себе. Можно так сказать? Наверное, вполне. Который приходит тебе по жизни. Вот всегда же хочется, есть какой-то главный вопрос, и всегда считаешь, то, над чем ты сейчас работаешь, это, наверное, это для тебя именно на данный момент самое важное, на которое ты хочешь найти ответ или прийти к какому-то заключению, потом работа твоя над картиной или над серией, это же всегда вызов преодолеть и зайти за грань того, что называется картинной плоскостью, углубиться в этом, я туда как бы по возможности выйти, уже ответил на этот вопрос, и тут много задачи профессиональных, и надо сказать это своим языком, то, что ты уже выработал в течение нескольких десятилетий, задавая эти вопросы, я работаю в разных манерах, ну, а какие-то вот, когда смотришь на, так сказать, путь, который прожил, ты как художник, то там основные три серии, вот это концептуальные какие-то вещи, потом человек, и тема религиозная, тема, скорее всего, веры, как бы, так можно обозначить, то есть это не значит, что, допустим, работая над Сирией по Корану, ну, я работал еще и на библейские сюжеты писал темы, и работал и по Ветхому Завету, а потом это еще где-то перекликается где-то с той же концепцией, или же, допустим, по работе над человеком тоже, то есть какие-то тоже вот эти вот вопросы веры, они встают. Василь, на одной из последних выставок ты около двух часов говорил и говорил о чем-то важном, и я хотел у тебя переспросить, сейчас такая возможность предоставилась, что ты считаешь самым важным, что нужно обязательно сказать, то есть какой главный предмет, вот тот, который ты как художник ощущаешь и пытаешься его нарисовать. вопрос конечно интересный, что такое главное, понимаешь, все зависит же от момента, в каком состоянии, какая публика, и как донести так свое слово, и собственно в тот момент может быть для меня было то главное, сегодня для меня что-то другое, и как-то об этом и не задумываюсь, собственно говоря, уже это во многой степени зависит и от контингента, ну, от присутствующих что-то хочешь сказать или то, чем, допустим, о чем ты думал в последнее время работы над картиной, как-то вот так вот и даже как сходов один из предшественников, когда в мысли, когда в голове очень много мыслей, то трудно выбрать, которые из них важны, чтобы довести. И тут, наверное, все зависит от тех вопросов, которые задаются, и как они задаются, с чем, и что, может быть, они хотят услышать, или что не хотят услышать. Ну, во всяком случае, со зрителем, так и в картинах, я всегда стараюсь быть искренним. Вот это, наверное, главное. нет. 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 Продолжение следует...